добрый вечер у нас есть три минутки поставьте пикап плюсики как меня видно слышно будем потихоньку начинать сегодня такой вебинар отличный наконец-то от других помните когда проходили диджи байт red coin я говорила что ну информации так мало настолько простой уровень до что и за полчаса мы укладывались сегодня побольше будет информация потому что это технологичная монета китайская напишите пока ребят слышно видно а а а а а а а Продолжение следует... Так, слышно, видно хорошо. Хорошо. У нас пока маловато человек. У нас есть еще одна минутка, поэтому я сейчас последний анонс разошлю. И мы начинаем. Хорошо. 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 Так, ну хорошо. 20 часов ровно. Привет. Привет, Сергей. Значит, монета QTAM. Вообще, честно говоря, с произношением какая-то у нас проблема. По-английски это проект, эта компания звучит Quantum. Или QTAM. По-английски. Но наши говорят или Quantum, или КТУ. Как вам будет удобно. Лишь бы мы друг друга понимали, как говорится. Так, давайте сделаем следующим образом. Я нашла очень хорошую статью, и поэтому самостоятельно не писала информацию. Мы просто пойдем по этой статье и будем ее разбирать. Здесь не убавить, не прибавить. Практически вот нашла единомышленника в сфере интернет, который написал отличную статью по QTAM. Смотрите, проект представляет собой очень глобальную организацию, в основе которой стоит некоммерческая компания Quantum Foundation. Это организация, которая занимается разработкой QTAM блокчейн-платформы с открытым кодом для того, чтобы популяризировать децентрализованные приложения и умные контракты, которые на этой платформе можно создавать. С технической точки зрения QTAM представляет собой протокол передачи значений с открытым исходным кодом. Это значит, что каждый может этот код взять и на основании этой платформы выпустить свое приложение. Значит, и рекламируется QTAM как элегантная новая парадигма. Очень интересно подобрано слово и вот это выражение, потому что действительно это нечто мощное, это нечто... Вообще-то конкурентов на самом деле у QTAM нет, у Quantum. Сейчас вы поймете почему. Но если очень близко ближайшие конкуренты, да, ну это сам блокчейн эфириума, это NEO, это в какой-то степени EOS, да, это может быть где-то NEM. Ну, то есть любые, ну, NEM тут подаль немножко стоит, то есть это любые платформы, на которых могут выпускаться децентрализованные приложения и писаться смарт-контракты. Значит, и эта платформа, она как бы сочетает в себе элементы, ну, как база биткоина, да, и как бы она в себя объединяет с одной стороны биткоин, с другой стороны эфириум, ЭВМ, вот эту вот машину виртуальную эфириума. И, с другой стороны, у нее есть свои возможности, то есть способность масштабироваться, там решена проблема масштабирования, значит, добавлена функция так называемых мастер-контрактов, то есть это доработанная версия смарт-контрактов. Концепция сама, что без создания аккаунта с мобильных лайт-приложений можно создавать смарт-контракты, и, в общем, это решение направлено в бизнес. То есть, смотрите, у каждого проекта есть своя, как бы, ну, нецелевая аудитория или какое-то направление. Вот проект QTAM, он вообще многонационального плана, да, вот из разработчиков, там, из всех, кто состоит, но все-таки больше китайский. Очень, во-первых, он нацелен, юрисдикция у него Сингапур, но и по торгам, торгуются на китайской бирже, да, и по тому, кто стоит во главе, то есть в основном это китайская технологичная такая монета, китайский технологичный проект. Очень крупный, очень мощный. Сейчас вот мы будем его рассматривать. То есть, еще раз нужно понимать, биткоин и эфириум соединили вместе, доработали в новую концепцию, и если у эфириума есть понятие, как ЭВМ, то есть вот эта эфириумская, да, виртуальная машина, то здесь она называется QTAM, от слова QTAM, QVM. Ну, вот это вот ЭВМ или QVM, это как раз вот и есть вот этот вот мощный компьютер, который объединяет все в себе, да, и позволяет решать много всяких функций. Значит, что такое куантум, да, QTAM? Это форк биткоин с виртуальной машиной эфириум, работающей поверх него. Основой QTAM является биткоин-кор и консенсусный вот алгоритм POS, то есть Proof of Stake. В отличие от биткоина, вспоминайте, там биткоин работает на Proof of Work, это значит, что машины решают высоко, как сказать, с высокой производительностью, да, то есть потребляются там мощности для того, чтобы решить такую бесполезную задачу, но на решение этой задачи каждый раз сложностью усиливается, да, требуются большие мощности. И поэтому сейчас это все нацеливается на то, что вы уже не можете просто майнить там с какого-то немощного оборудования, уже появляются такие крупные очень фермы, да, и все это идет в область централизации. Хотя в идее глобально у биткоина децентрализация, но поскольку добыча биткоина с каждым годом усложняется, для добычи этих блоков и получения вознаграждения за каждый добытый блок майнерам требуется все больше и больше средств складывать в мощное и специализированное оборудование. И поэтому майнинг уже как бы частные инвесторы в принципе не рассматривают, люди объединяются в пулы какие-то, да, или строят большие-большие фермы. И только тогда большие фермы, они могут вот майнить и зарабатывать на этом хорошо. Поэтому идет все вот в централизацию в такую. А здесь другой консенсусный алгоритм, здесь proof of stake. Здесь по сути процессинг транзакций и добыча блоков идет не через решение вот этой вот задачи, а за счет того, что есть определенное количество монет у вас на кошельке. Извините, пожалуйста, мне надо выключить телефон. Я этого не сделала с самого начала, прошу прощения. Так вот здесь proof of stake, он доработанный, версии 3. Потому что в дальнейшем планируется его, ну, доработать, скажем так, усложнить. Усложнить тем, что просто кошельки с определенной суммой монет, они будут добывать меньше, а приоритет будет на те кошельки, которые еще обладают некой активностью. То есть, видите, POS 3.0. Платформа позволит запускать смарт-контракты без необходимости создания аккаунтов, а также импортировать уже существующие приложения Ethereum. Такая архитектура делает Qtam совместимым с обеими крупнейшими блокчейн-системами в криптомире. Это системы биткоина и Ethereum с его контрактами. Частным примером приложений Qtam станет, например, возможность исполнять умные контракты с мобильных устройств и девайсов, подключенных к интернету вещей. Вот здесь очень интересный момент. Мы в прошлый раз с вами рассматривали как раз тему интернета вещей и остановились на мысли, что концепция интересная, в общем-то, есть силы, которые заинтересованы в развитии, но пока это далеко от реализации. Но если мы заглянем в прошлое, то когда выходил блокчейн Ethereum, многие люди тоже не понимали, как вообще он будет реализовываться, то есть какое применение фактически к жизни найдет эта идея. То есть возможности у Ethereum еще несколько лет назад были не меньше, чем сейчас, но люди не понимали, как использовать. Здесь точно так же идет немножко с опережением эта технология. Идея есть, технология уже есть, но фактически у нас еще нет интернета вещей. Но когда он появится, возможности у платформы Qtam будут просто потрясающие. К тому же проект будет включать поддержку так называемых блокчейн-оракулов, умных контрактов для упрощения взаимодействия между блокчейном и внешними каналами данных. На Qtam эти контракты называются основными контрактами, которые, по мнению Патрика, лидера проекта, будут привлекательны для таких компаний, как Microsoft, которые ведут исследования в этом направлении. Так, идем на следующий слайд. Сам блокчейн. Блокчейн Qtam чем в основном отличается от блокчейна Ethereum, то есть в каком плане он доработанный. Смотрите, на сегодняшний день, вот на блокчейне Ethereum выпускаются различные проекты ICO, да? На блокчейне Ethereum выпускается очень много децентрализованных приложений. На блокчейне Ethereum создаются смарт-контракты. И, во-первых, проблема Ethereum, что я говорю, он уперся в масштабируемость, что там немножко все подтормаживает. А масштабируемость, она всегда как бы соприкасается с безопасностью, да? Вот комфорт и безопасность всегда по обе чаши весов стоят, поэтому Виталик находит сейчас решение. Но все-таки многие, кто уже вот сталкивается с Ethereum, вот в рабочем механизме, они недовольны. То есть, ну, недостаточно функций, скажем так. А вот когда речь идет вообще о смарт-контрактах, то есть, напоминаю, что это такое. Это некая логика математическая, которая запрограммирована в машину. То есть, если у нас будет такое действие, будет сделано это. Если у нас такое, будет сделано это. Сами люди, стороны договариваются о вот этих условиях, это программируется, да, и исполняется. Так вот, на данный момент, смотрите, смарт-контракты вот могут как работать. То есть, ну, не знаю, на примере, там, день рождения ребенка, там, бытовой пример какой-нибудь, да, у ребенка день рождения. Родители и друзья хотят ему сделать подарок с одним условием, чтобы он эту сумму не потратил на мороженое, там, да, а чтобы он на эту сумму пошел учиться на какие-то курсы специализированные. И смарт-контракт, он всегда нужен для того, чтобы там, где есть недоверие сторон. Вот родители и друзья хотят подарить этому там ребенку какой-то хороший, дорогой подарок, но у них есть недоверие, что он возьмет, потратит деньги, да, и получит полезность ту, которую они хотят ему подарить. Поэтому закладывается условие, пишется смарт-контракт, деньги забрасываются на него, и после этого, как бы, когда собрана, например, вся сумма, эти деньги уходят на оплату, например, каких-то обучающих курсов, да, и вот ребенок, там, человек, да, остается вот с этим вот подарком от всех родственников и друзей. То есть, условно говоря, здесь не нужно для его исполнения забирать данные извне, какой пример данных извне. Например, мы с вами смотрим матч по телевизору, с футбольной, и я болею за одну команду, а вы за другую, и мы с вами ставим ставки. И мы с вами говорим, а давайте мы напишем смарт-контракт, где, значит, если эта команда выиграет, то деньги там мне, да, если другая команда выиграет, то деньги вам. То есть, поставили вот ставки, откуда компьютер, там, вот, этот узел должен взять информацию, достоверно взять, да, не ложную, не ту, которую бы подменили, а которой мы 100% будем доверять. То есть, все стороны согласятся, да, что эта информация будет 100% настоящей. Вот. Куда должна обратиться машина за этой информацией? Где тот ресурс, который предоставит нам абсолютно точно, да, что именно вот те результаты матча, они достоверны, и тогда вот узлы обменяются информацией. Вот это и есть внешний источник. Так вот, квантом, он как раз заточен на внешние источники данных. То ли он будет брать температуру из Черного моря, то ли он будет брать там ставки какие-то, то ли он будет брать какую-то информацию о достоверности, сведений там на подтверждение там легальности документов. И вы можете придумать из любых сфер все, что угодно. Собственно, эта идея прописывается у них в белой книге о том, что сама идея очень гибкая и подстраивается под все сферы бизнеса. Вот, поэтому между, так сказать, вот укладкой на блокчейн есть еще такая прослойка, как мастер-контракт, а до этого мастер-контракта есть еще вот эти вот блокчейн-оракулы, которые вот изображены на этой схеме. И идет сбор данных, укладывается сначала в простые смарт-контракты, потом эти простые смарт-контракты отдают информацию мастер-контрактам, и только потом это все идет на блокчейн самого Квантума. По поводу токенов. Токены называются абсолютно так же. Токен Qtam, или Qtum, как некоторые называют. Значит, это одноименные токены платформы, которые используются для взаимодействия с децентрализованными приложениями и смарт-контрактами. Общее количество токенов платформы, имитированных при запуске платформы, составило 100 миллионов. вот этих монеток, Qtam, коинов. В дополнение к этим выпущенным токенам будет добавлена инфляция в размере до 1% годовых в качестве доказательства вот этой вот ставки. Proof of stake. И я вам показываю, как эти токены были первоначально распределены. То есть мы возвращаемся, вспоминаем, когда мы говорили про Ripple, да, беспрецедентно, когда есть организация Ripple Labs, и она держит больше половины, там больше 60% этих монет, вот, то в данном случае здесь 51% этих коинов был распределен во время краудсейла, 20% распределены между учредителями, спонсорами и командой разработчиков, 20% ушло на развитие бизнеса и 9% это расширение рынка, исследование, образование и так далее. То есть нормальное, совершенное распределение коинов. Справедливое. На сегодняшний день я вам показываю скрин с CoinMarketCap. Цена этой монетки 16.31 на сегодняшний день, она, график показывает и объемы, и ценовой график показывает, конечно, всплеск, который был вот в районе декабря-января, ну, вслед за всем рынком. Сейчас вслед за рынком эта монета тоже корректируется, но она не опускается до низов, она стоит сейчас тоже довольно дорого. Да, 16 долларов, это считается довольно много. Для коина, который вышел совсем недавно, потому что проект-то сам, он запустился, идея там на коленке была написана и анонсирована в январе прошлого года, в марте 2017 года был краудсейл, в июне запустилась первая тестовая линия блокчейна, в сентябре как бы основной блокчейн, но бета-версии, да. То есть вообще еще очень молодой проект, и уже, ну, есть люди, которые, кстати, на нем уже очень хорошо заработали, вот, потому что он показал там 327% роста, это X327, это, конечно, не эфириум, когда там за больше 2000 были X, да, и нео там больше показывал, но 327 раз, это тоже хорошо, и у меня вот есть знакомый, который как раз вот сделал себе, в общем-то, капитал вот на этой монете. Но в данный момент, наверное, дороговато ее покупать, но дело сейчас не в этом. Дело в том, что я вам показываю, что с чего мы начинаем анализ монеты. Конечно, идем на какие-то статистические аналитические сайты. И я вам сразу хочу сказать, что я теперь буду работать с вами вот по такой системе, очень неудобно для вас мне показывать ссылки в презентации, потому что они не кликабельные, и очень неудобно для меня эти ссылки, все, которые относятся к презентации, выкладывать в чат. Поэтому я выкладываю одну ссылку, это свой канал Ширный Кэш. Я теперь каждый день к моменту вебинара буду выкладывать все ссылки, которые относятся непосредственно к анализу той или иной монеты. Вы туда можете зайти и все посмотреть. Там есть ссылка и на CoinMarket, и на другие сайты, и на GitHub, и на официальный сайт, где можно брать информацию. Цена монеты достигала зимой 38 долларов, сейчас она немножечко упала. Но я думаю, что в перспективе, конечно, перспектива роста этой монеты есть. По поводу консенсуса и механизма вот этого вот Proof of Stake. У этого проекта есть две белые бумаги, экономическая и техническая. Причем обе белые бумаги написаны очень грамотно. Разбирать мы их сейчас досконально не будем, но если кому-то интересно, вот кто-то разбирается в техническом плане, техническая бумага написана очень подробно с тем, как работает блокчейн этого проекта, этой платформы. Так вот, в экономической части говорится о позднем этапе развития, о механизме, так называемом Intensive Proof of Stake, то есть IPOS, в котором будут реализованы механизмы поощрения узлов, которые находятся онлайн. Это то, про что я вам говорила. То есть не получится такого вам завести кошелек, положить туда какое-то там необходимое количество момент, которое нужно для процессинга транзакций, да, и как-то забыть о нем. То есть вы должны находиться онлайн и должны проявлять какую-то активность для того, чтобы могли майнить, так сказать, эти монетки. Значит, какие цели у проекта? Они решают несколько аспектов. Вот первый аспект и первая такая особенность, я даже не знаю, как это назвать, да, вот, ну, первое отличие, так сказать, от остальных там блокчейнов, это вот их мастер-контракты. Мастер-контракты, вот, проект будет использовать и в каком плане? Это нечто большее, чем смарт-контракт. Это контракт, подписанный... Вот смотрите, здесь как приводится пример. Контракт, подписанный двумя банками, можно расторгнуть согласие этих двух банков, да? Мастер-контракт представляет подписывающим контракт, а, подписывающим контракт сторонам полный контроль над выполнением или расторжением контракта. Это моделирование задач реальной сложности. Мастер-контракт – это большой шаг вперед, представляющий приложением блокчейна новые возможности и расширяющий концепцию смарт-контракта. То есть, условно говоря, если есть две или там три стороны, то есть, ну, это как в мультиподписи, да? Это обычное решение, то есть без согласия там каких-то сторон чего-то там не реализуется. Но есть такие понимания, как вот эскроу, счета и так далее, когда есть некий внешний аудит. И вот как раз мастер-контракт, он реализовывает сложные решения, которые обычно есть в бизнесе. Вот почему на данный момент все-таки блокчейн эфириума, он не идеален? Потому что там есть определенная, ну, вот, линия, в которой можно двигаться, да? А, например, у бизнеса более сложные задачи и сложно вот логику реальную уложить вот в те рамки, которые сейчас имеются там. Вот, здесь более гибко это все можно решить. Даже мне сейчас вот примеры сложно привести, но мы потом, когда пройдем, вот эти вот основные монеты, потом подумаем, может быть, отдельно сделаем вебинар над конкретными примерами. Вот, с ними посидим. Значит, мобильные приложения. Слушайте, миллион раз и в технической и экономической бумаге говорится о их мобильных приложениях. То есть концепция платформы дает возможность использовать смарт-контракты без создания учетной записи. Я хочу сказать, что вот, например, если я себя ставлю на место пользователя, мне уже это очень интересно. То есть я бы с удовольствием пользовалась бы вот именно таким вариантом смарт-контрактов. Я знаю сферу применения смарт-контрактов. Мы сейчас сами будем заниматься вот смарт-контрактами и решениями для бытовых нужд, там, для населения, для малого-среднего бизнеса. Поэтому это очень-очень интересный момент, когда смарт-контракты были бы неотъемлемой частью. Как вот сейчас, мы получаем письма или там, просматриваем какие-то там, да, предложения. Для нас это уже, вот, мы заходим на CoinMarketCap или еще там что-то делаем. Для нас это норма. Вот точно так же смарт-контракты когда-то в один прекрасный момент войдут в нашу жизнь. Это будет норма. Два человека встретились, о чем-то хотят договориться, нет доверия, потому что увиделись только что, создали быстренько смарт-контракт, и все, и все дела, да. И дальше общаются, потому что мы не доверяем людям, доверяем технологии, технологии не обманывают. Вот именно для реализации таких, это бы очень сильно упростило жизнь, это первое. Удешевило бы жизнь, второе. Высвободило бы время и ускорило бы бизнес-процессы, и так далее. Те процессы, которые застоят, например, людей сидеть в очереди к нотариусам, к там, ну и так далее, да, или там выставить какие-то очереди там в госорганы. Понимаете, это очень сильно бы решило очень много-много-много всяких разных задач. Особенно если, ну, например, элементарная ситуация, что приходит на ум, покупка-продажа машины с рук, там, да, вот, бушный, как люди обычно поступают. То есть нужно проверить, не битая ли она, не угнанная ли она, да, чистая ли по документам, и в хорошем ли техническом состоянии, и дальше оформить вот эту вот куплю-продажу через нотариуса. Вот по смарт-контракту это можно было бы сделать за какие-то минуты. Если бы были узлы, на которые можно было бы сослаться, например, мы уже говорили про то, что, предположим, выпуск машины, да, мог бы, процесс выпуска машин мог бы тоже быть уложен на блокчейн. И данные, был бы сборщик данных, да, по этим машинам, как база данных. То есть мы бы знали точно права владения, как там передаются и всю историю по этим машинам. Ну и мы доверяли бы этим данным. То есть мы бы видели, была авария, не было аварии, там, да, что заменено, вплоть там, я не знаю, да, наклейки там, пленки какой-нибудь там на стекла. То есть все уложилось бы в этот блокчейн. И, соответственно, удостоверение личности человека можно было бы уложить в блокчейн. Или там, если это требует каких-то специальных аттестатов, это тоже можно уложить, да, вот, например, школьник заканчивает школу, получает там какой-то аттестат, это можно было бы уложить в блокчейн и государственному органу предоставлять такую, как бы, был бы сборщик этих всех аттестатов, дипломов, там, я не знаю, всех там лицензий какие-то там возможны. И можно было бы там машинам, узлам запрашивать эту информацию, и тогда не было бы людей, стоящих в переходах, продающих дипломы за 500 рублей, да, потому что всегда можно проверить, вот прям сегодня и сейчас, поддельный диплом или нет. Вот я об этом и говорю, что если были бы вот такие сборщики информации, и они, у них были бы открыты шлюзы для того, чтобы отдавать эту информацию другим узлам, то есть машины бы переговаривались бы, да, между собой в плане передачи информации, то это сильно бы нам упростило жизнь. Но мы к этому, в общем-то, и идем. Вот только медленно, хотелось бы побыстрее. Вот Клютам как раз в этом направлении активно работает. Сейчас вот мы поговорим еще о комбайке делается. Ну, хорошая компания, хороший проект, по всей видимости. Значит, смотрите, что у них еще есть, как бы, третий аспект. Это саморегулирующийся, так называемый, умный блокчейн. Размер каждого блока задается протоколом, так называемый децентрализованный протокол управления. Мы про него уже говорили. Ди-Джи-Пи протокол. То есть размер каждого блока задается вот этим Ди-Джи-Пи протоколом и смарт-контрактами. Децентрализованный протокол управления разработан таким образом, чтобы пользователи могли изменять отдельные параметры блокчейна при помощи соответствующих смарт-контрактов. Более того, данная технология позволяет изменять параметры блокчейна без какого-либо нарушения экосистемы. Новые настройки сразу же вступают в силу, не требуя загрузки дополнительного программного обеспечения или вмешательства со стороны акционеров и операторов узлов. Принцип работы Ди-Джи-Пи достаточно прямолинейен. Сначала одна из сторон, имеющих доступ к цепочке блоков, при помощи Ди-Джи-Пи вносит предложение изменить определенный параметр. Затем все остальные стороны голосуют. И если большинство одобрит это предложение, то система изменит данный параметр. Затем измененные данные будут преобразованы в стандартный формат и помещены в отдельное хранилище, откуда к ним будет напрямую обращаться программное обеспечение блокчейн. То есть умный блокчейн, который подстраивается под требования пользователей. И через определенную систему смарт-контрактов это все реализуется. Архитектор, кстати, Кьетам, такой очень сильный технический специалист. И вообще команда очень сильная, мы о ней отдельно поговорим. То есть это не диджи-байт, где красивые слова, но нет ни имен, ни оснований. Так, четвертый аспект. Легальность для бизнеса. Они утверждают, что поскольку решение нацелено на бизнес, на различные сферы бизнеса и финансы у них стоят не на последнем месте. То есть банковские институты, институциональные учреждения, фонды, страховые компании и так далее. На первом месте они выделяют. Ну, кстати, они любые сферы освещают, но тем не менее. Смотрите, у любого бизнеса, то есть любой бизнес он регулируем, и он проверяется аудитом и контролирующими организациями. Поэтому если у какого-то бизнеса есть электронный документооборот, есть какие-то технологии, то есть они должны как-то соответствовать легальности, чтобы, например, аудиторы или проверяющие по налогам согласились, что можно из определенных источников дать данные и соглашаются принять их. Так вот, они, вот эта компания, Quantum, она нацелена как раз взаимодействовать и разрабатывать эту сферу в плане легальности и прозрачности, то есть в плане взаимодействия с государственными проверяющими органами, запартнериваться с крупными компаниями и так далее. Они это подчеркивают. И почему мы можем доверять вот в этом плане им? Потому что, как я уже сказала, во главе стоит Q-TAM Foundation. Это организация, как некоммерческая организация, которая не заинтересована в получении прибыли, а заинтересована в разработке этого проекта. Она открылась в 2016 году, в ноябре. По юрисдикции выбрана Сингапур, и, собственно, сам офис находится там. И вот головной офис компании включает много отделов, которые занимаются разными направлениями. И отбор в эти отделы очень-очень строг. Вот смотрите. Фонд Q-TAM имеет штаб-квартиру в Сингапуре, является некоммерческой организацией, в число обязанностей которой входит работа с потенциальными инвесторами, проведение различных конференций, контроль базы кодов и руководство общим развитием проекта. Структура управления фондом построена таким образом, чтобы обеспечивать устойчивость платформы, эффективность управления и безопасность сбора средств в сообществе свободного программного обеспечения. Фонд состоит из нескольких комитетов, в числе которых исполнительный комитет, комитет по оценке кода, комитет по вопросам финансов и кадрами, а также комитет по маркетингу и продвижению. Ежедневная согласованная работа данных комитетов осуществляется в соответствии с правилами, указанными в официальной документации Q-TAM. И вы можете это посмотреть на сайте. Там на самом деле очень огромная махина, трудится, но у них и цели амбициозные, то есть у них и объем работы большой. И было бы очень странно, если бы мы прочитали бы о таком проекте, а по сути там было бы 2,5 человека в штате. Ну, у нас же есть монеты, которые мы рассматривали, например, как вот этот мем, додж-коин, да, вот этот додж. Там же нет таких людей, которые на зарплате, с комитетами, с отделами и так далее. То есть там вот волонтеры занимаются проектом. Есть проекты, где там ведущий, там, ну, одно-два звездного лица и небольшая команда разработчиков. И там они, например, периодически там, как вот мы наблюдали в Твиттере, там, постят, ну, подайте на такую-то разработку, на такую, на такую. Здесь большая организация, есть команда разработчиков, есть управление, есть инвесторы. Ну, сейчас к этому придем. Так, сама платформа, что она дает функционал, что она предоставляет? Операционная пропускная способность составляет приблизительно TPS 50100. Вот это, честно, я не знаю, что такое. Если вы знаете, расскажите мне. Однако разработчики обращали внимание на то, что Quantum – это UTXO-блокчейн, поэтому любые новые технологии, которые смогут повысить TPS, при необходимости будут интегрированы в будущем. Ну, это что касается производительности. Ну, короче говоря, с производительностью тут и с масштабируемостью проблем нет. Они нашли решение, сейчас базируется, правда, на биткоиновском блокчейне, но там есть вариант, вот, как увеличить пропускную способность. Дальше. Ну, я говорю, это вот в технической части. Вот ребята, которые технари смотрели, они были вот очень довольны вот этим техническим решением. У меня есть с кем посоветоваться в этом вопросе. По поводу масштабируемости. Разработчики Quantum разработали первый децентрализованный протокол управления, вот этот DGP, да? Смотрите, DGP переводится как The Decentralized Governance Protocol. И вот вопросы Governance, мы тоже говорили, Governance это Governance, это управление, это руководство. Вопросы обычно какие рассматриваются? Масштабируемость, безопасность и вот этот Governance. Это основные моменты, на которые делаются ставки в технологичных проектах. Поэтому здесь вопросы Governance решаются, с помощью которого вот параметры продавалового блокчейна могут быть изменены. Предполагается, что с помощью DGP будет решаться проблема масштабируемости. Дальше. Вот смотрите, картинка наглядная, ну для тех, кто не технарь, что тут нам известно. Верхний блин, это вот эта вот виртуальная машина, как бы EVM, да? Которая взята от эфириума. Третий блин, основа, это сам блокчейн этого Qtama, который взят в основе своей от биткоина. А между ними прослойкой, тонким диском лежит так называемый AAL. Три буквы, AAL. Видите, слева. И вот внизу, вот такой вот баранкой, смарт-контракты, децентрализованные приложения, потом мобильные приложения и кошельки. Вот что из себя в целом представляет вот эта вот штука. Так вот, что касается масштабируемости, эффективности и безопасности. Команда Qtama нашла компромисс между эффективностью и безопасностью, совместив возможности, реализованные в эфириум и биткоине, с помощью вот этого account abstraction layer, да? Это вот с помощью такого слоя, который отделяет базовый блокчейн от виртуальной машины. Вот этот AAL инкапсулирует блокчейн для виртуальной машины и отображает его VVM без необходимости использования модели с учетными записями, которые существуют в эфириуме. Поэтому и возможно реализовать мобильные вот эти версии смарт-контрактов. Архитектура выглядит так. Биткоин, Qtama, блокчейн, потом Qtama, AAL и дальше EVM. К тому же, благодаря наличию AAL, Qtama не ограничен использованием EVM. Технически можно запустить любую виртуальную машину смарт-контрактов на базе Qtama. Соответственно, это дает не только большую эффективность, но и большую гибкость системы. Не знаю, что вы поняли. Возвращаемся к картинке. Сейчас по-русски скажу. Вот этот первый блин, который, где написано EVM, ну, вникните, это виртуальная машина от эфириума. Но дело в том, что рядом можно пририсовать такой же блин, это будет виртуальная машина, например, от чего-нибудь другого. То есть архитектура составлена так, что может быть несколько виртуальных машин. Платформа сама настолько многофункциональна, что она может переговариваться с другими блокчейнами, подсасывать информацию с разных, как бы, виртуальных компьютеров. Но это машина будущего, по сути. Это очень круто. Вот, поэтому я не знаю с технической части, насколько это вот все действительно можно реализовать без проблем, но вот идея, ну, мне нравится. Вопросы управления. Децентрализованный протокол управления, вот этот вот DGP протокол, это вот Qtama как раз разработал вот эту новую технологию. Они и гордятся. Цель этого протокола – минимизировать количество форков. DGP будет определять параметры блокчейна с помощью специально разработанного смарт-контракта. Это будет работать примерно так. Правящая сторона DGP будет вносить предложения по изменению определенных параметров блокчейна, например, размер блока. После этого правящие партии смогут проголосовать за или против нововведения. При достаточном количестве голосов предложение по изменению параметров станет активно. Данные помещаются в стандартный формат, и программное обеспечение блокчейна получает к ним доступ. Каждая правящая партия может быть либо открытым ключом с указанием человека, либо умным контрактом. Мы планируем сначала начать с набора доверенных людей, являющихся правящими партиями. Однако ожидается, что мы вскоре перейдем к этой простой структуре управления. Разработчики подчеркивают, что эта технология не заменит полностью необходимость создания форков блокчейна, но поможет функционировать блокчейну максимально безболезненно и бесперебойно. В общем, они хотят минимизировать количество форков. Тоже благодаря возможности и специальному смарт-контракту. Дальше возвращаемся к мобильным платежам и приложениям и кошелькам. У них везде написано Mobile Ready. То есть поскольку в Qtam используется модель UTXO, вот эта модель поддерживается и биткоиновским SPF, то есть Bitcoin Simple Payment Verification. Вот эта SPF позволяет осуществлять безопасные транзакции через мобильные кошельки. К тому же благодаря использованию EVM, его кошельки могут использоваться для взаимодействия со смарт-контрактами и децентрализованными приложениями Debs. Ну, собственно, Debs – это и есть децентрализованные приложения. Да, если кто не знает. Короче говоря, в будущем, когда это все заработает на полную силу, на самом деле сейчас вы тоже можете зайти из яблока, с яблочных гаджетов и с Android на Play Market и скачать кошелек Qtam. Но он еще пока сырой, и я не рекомендую сейчас вот им пользоваться. Но когда пройдет время, они доработают эту технологию, имеется в виду, что у вас на вашем гаджете может быть и аналог ноды, то есть вы можете там и транзакции подтверждать, да, если у вас достаточно денег на кошельке, то есть быть в процессе процессинга и валидации транзакций. И вы можете смарт-контракты заключать, вы можете быстро пересылать деньги на смарт-контракты и децентрализованные приложения. То есть у вас появится такой многофункциональный инструмент, и чем это все хорошо, что он будет требовать большого объема памяти, да, или возможности, чтобы на компьютер устанавливать, а это все будет умещаться в легкий гаджет. Вот поскольку они намечены на бизнес, это бизнес уже необходимо, да, бизнес ходит со смартфонами. Вот на это и сделан акцент. Это очень хорошо для нашего с вами удобства. Возможности платформы. Итак, как было сказано выше, благодаря наличию Qtam Account Abstraction Layer, то есть вот этой прослойки между ЭВМ и блокчейном, технически возможно запустить другую виртуальную машину на базе Qtam. Отличная совместимость с приложениями Ethereum. Это позволяет переносить уже существующие контракты прямо на блокчейн Qtam. То есть все те децентрализованные приложения, все те, ну, какие вы знаете децентрализованные приложения. Мы недавно разбирали с вам Саю, да, Сая Коин. Это децентрализованное приложение. Вот можно его взять и перенести это приложение на блокчейн Qtam. И оно там же будет тоже функционировать, переговариваясь с другими устройствами. Или у нас есть там децентрализованное приложение ОГР. Ну и так далее. То есть вы сможете... Или там, например, те стартапы, которые выпускают токены на блокчейне Ethereum, уперлись, например, вот в эту масштабируемость, да, что-то там у них там не так идет. Они будут совместимы, и можно будет их перенести на блокчейн Qtam и дальше доработать и доделать их приложение. То есть будут совместимы вот эти конструкции. Qtam один из первых реализовал концепцию площадки, базирующейся одновременно на биткоине и на эфириуме. Разработчики обеих криптовалют смогут без труда портировать их приложение. То есть, ну я говорю, обмен данными, как бы кросс-обмен. И тут даже не то, что обмен, тут вот именно совместимость такая полная. То есть они вот будут интегрированы друг в друга. Какие бизнес-кейсы они предлагают, да? То есть что будет для бизнеса интересно? Вот анализ с точки зрения бизнес-процессов. В экономической вот этой белой бумаге приведены следующие бизнес-кейсы. Это смарт-контракты. Ну мы о них уже знаем. То есть, конечно, на эфириуме эфириум основан на вот тьюринг-полном написании смарт-контрактов. То есть там логика, она многослойная, то есть многообразная, да? Можно закладывать разные и сложные логики на эфириуме. Но там есть свои технические сложности с... Ну как вам сказать? То есть очень многие люди теряли деньги. То есть если они допускают ошибку при написании смарт-контракта, но засылают туда эфиры, то обратно это... Ну как бы они теряют их необратимо. Там есть еще свои сложности технические. Здесь будет доработанный вариант смарт-контрактов. Тоже с полной логикой. Это раз. Децентрализованные приложения. Это два. Но это же нам и предлагает, собственно, эфириум, и нео, да? То есть, ну это тоже здесь есть. Дальше. Менеджмент продуктов. Здесь будет. То есть уникальные идентификаторы, цепочки поставок, борьба с контрафактом и так далее. Что имеется в виду? Это как раз вот и есть вот этот забор данных с внешней стороны. Ну, технически будет реализовано. Оценка и не только имущество. То есть будут специальные уже подготовленные вот эти смарт-контракты и мастер-контракты именно под эту деятельность. Спасательно имущества ипотечного. Почему это направление выбрано? Потому что именно это будет основное направление по общению. То есть по сотрудничеству с банками, с финансовой стороной, да? Вот по... У банков одна из услуг это ипотечные кредиты для того, чтобы выдавать ипотеку. Проблемы у банков в чем? В оценке. То есть сейчас, если кто-то из вас сталкивался с ипотекой, как это происходит? Приходит там девочка-оценщик и на каком-то основании пишет вам какую-то оценку, там пофотографирует. То есть объективная она, необъективная. То есть мы доверяем какой-то стороне. И поскольку люди, как правило, заинтересованы в том, чтобы им дали ипотеку, да? То они соглашаются на всю эту оценку, и она может там плавать в каких-то рамках. И нет никакого такого механизма достоверного, чтобы можно было всем сторонам обратиться, да? И получить достоверные данные об оценке, чтобы они обрабатывались там и так далее. Вот поскольку платформа Qtama затачивается именно под бизнес-кейсы, под бизнес-решения разных сфер, направление сотрудничества с финансовой стороной, оно будет вот в плане, уже у них пакетное решение будет проработано смарт-контрактами, мастер-контрактами по всему тому инструментарию, который необходим для оценки имущества. И уже эта оценка, как объективная, которую признает банковская сторона, да? Это будет таким неким сборщиком, анализа, от которого уже будут брать информацию, ну, все заинтересованные лица в этой оценке, вот в этих вот данных. Дальше. Mobile Bill Platform, то есть это мобильная версия, которая связана с кошельками легкими. И с переводом денег, и вот как раз вот с этой стороной вопроса, когда с мобильных устройств, мобильные устройства будут, ну, как, переговариваться, что ли, с этим блокчейном легко и быстро через... Ну, вот они реализовывают такую функцию. Я не знаю вот точно, как это будет реализовано, но я так поняла по... Я так поняла по той информации, которую я обработала, что будет некое такое единое приложение мобильное, которое будет включать в себя и кошелек, и, собственно, создание смарт-контрактов. Не только создание смарт-контрактов. Вот поскольку у них будет вот таким много... Ну, не будет простой логики. То есть у них изначально закладывается сложная логика в смарт-контракт. И, значит, должен быть какой-то удобный, во-первых, юзабилити для человека и легкий инструментарий для того, чтобы вот был этих забор, ну, как шлюзы, что ли это будет, да? Через что будет подсасываться информация для реализации вот этих вот логик, для реализации смарт-контрактов. Надеюсь, вы меня поняли. Потом торговля ценными бумагами. Будет там реализовано что-то типа биржи, да, и обменника, и вот логистика. Ну, логистика, это тут понятно. Бизнес будет оборудован онлайн-трекерами. Будет тоже сборщик данных. И там все понятно. Это стандартный пример. Когда груз едет, он привез... Груз, значит, поступает в определенную точку. Как только он приезжает в точку, отдается информация некому ресурсу. Информация поступает в машину. Ну, и по смарт-контракту автоматически выплачиваются деньги за груз. То есть две стороны покупатели-продавец друг друга не видят, друг другу не доверяют. Но как только груз приезжает, да, информацию, смарт-контракт забирает и дает порцию вот выплаты денег. Ну, здесь логика понятная. Понятную логистику они сюда закладывают. Ребят, меня видно, слышно? Напишите, пожалуйста, плюсики. Вот у меня сейчас много сообщений идет, я не знаю. Или какой-то новостной фон. Я просто не понимаю. Меня хорошо видно, слышно? Ага, ладно. Кьютам, значит, создала два децентрализованных приложения уже на своем блокчейне, да, то есть они, получается, 13 сентября сделали вот эту бета-версию, уже рабочую, работающую, и создают два децентрализованных приложения на своем блокчейне. Первый называется Spring Email, связанный с отправкой криптовалют. И второе, QLoha. Оба сервиса используют криптовалютные решения, оптимизирующие приложения для обмена сообщениями и протокол электронной почты SMTP. 13 сентября команда разработчиков QTAM объявила о завершении всех работ, необходимых для запуска главной сети. Все узлы были подключены к сети и произведен официальный запуск платформы под названием Ignition. Все работы были выполнены вовремя согласно установленных планов. Но у команды есть амбициозные цели на ближайшие несколько месяцев. Эти цели, кстати, можно посмотреть на сайте. Там roadmap прописан, даты не установлены, поэтому вот они плавающие. Все необходимое программное обеспечение можно найти на ресурсе GitHub. Я ссылку вам дала в канале у меня. Посмотрите, ссылка на их закладку на GitHub. После запуска было выполнено небольшое обновление сети. После попыток подключения и работы с сетью Ignition разработчики обнаружили заблокированные узлы SkyNet. Это может привести к тому, что у операторов узлов возникнут проблемы с подключением к сети после обновления. SkyNet это их сеть. Также была обнаружена уязвимость в ядре Bitcoin Core. Разработчики нашли решение этой проблемы и проводят тестирование перед расправлением уязвимости. С момента запуска основной сети команда неоднократно выпускала обновления, увеличивающие стабильность работы, делающие доступным более широкий функционал. В отчетах о работе, представленных в официальном блоге, а также на GitHub, можно следить за активностью разработки. Команда продолжает демонстрировать стабильные рабочие показатели. Были выпущены веб-версии и мобильные версии кошелька под Android и iOS. Короче говоря, команда разработчиков предоставляет полную информацию. Очень активно ведется в соцсетях обсуждение, выкладываются разработки. Ни одного срока не было нарушено. То есть вообще информации в техническом плане тоже очень-очень много. Есть фонд, который, ну вот этот вот некоммерческая организация выделяет достаточные средства для популяризации этого проекта. Есть ветка русскоязычная, достаточно сильная, точнее как русскоязычная, по России, которая двигается, но на сайте два языка, английский и китайский только, да, но вы можете легко перевести через переводчик. Значит, выпущены вот кошельки для Android и iOS, то есть планов, roadmap есть, да, и разработки ведутся, то есть к ним не придраться, очень активно. Смотрите на данный момент, какие выпускаются проекты на этом блокчейне. Сторонние проекты, не их. Их родных только два приложения. Вот мы говорили, Spring Mail и вот этот Qлоha. Значит, их сложно читать, я их, честно говоря, не просматривала, но вот рынок предсказаний, бодхи, да, Energo Labs, InkChain, Vavu, MidiBlock, Obao, Bofeng, BocaCloud, RobinB, RobinB, это известная очень компания в Китае, EWR и так далее. Список проектов, планирующих разработку на базе блокчейна, Qtam постоянно растет. И вот следить за этим списком, как он расширяется, вы можете на blog.qtam.org. То есть это закладка на их официальном сайте в разделе «Блог». Дальше, что касается их родных децентрализованных приложений, то Spring Mail – это удобная отправка криптовалют на базе протокола вот этого Simple Mail Transfer, который в мобильных устройствах. А Алоха – это кошелек на платформе мини-программ WeChat. WeChat, вы знаете, это мессенджер, который очень популярный в Китае. Так, по календарю событий идем. Что вообще было? С чего все начиналось? Смотрите, 17-й год, январь. Они собрали 1 миллион долларов инвестиций. Значит, февраль. Опубликована экономическая модель проекта. Дальше. Март. Выпущена белая бумага. Объявлено о крупном партнерстве. Середина марта. Начался краудсейл. Который, кстати, исключал граждан США из числа участников. Дальше. 18.03. Досрочное окончание краудсейла собрано 15 миллионов долларов. Большая сумма. 28.06. Запустили тестовую сеть SparkNet. 1 августа 2017 года. Они стали членом Ассоциации криптовалютных предприятий и стартапов в Сингапуре. Это почетное членство. Середина августа. Запуск второй тестовой сети SkyNet, которой как раз там была найдена уязвимость, но уже исправлена. Конец августа. Quantum объявила о своем членстве в Chamber of Digital Commerce в качестве члена исполнительного комитета. Наравне с крупными компаниями. В общем, тоже достаточно почетно. Дальше идем. Сентябрь 2017 года. А, нет. 29 августа. А, нет. Все правильно. Сентябрь. Экзодус включает монету Coin в свой кошелек. Экзодус это известный вид кошелька. 13.09. Выделено жирным. Запустилась основная сеть QTAM. Команда называет эту рабочую версию бета-версией. И означает, что возможны проблемы со стабильностью ее работы. Дальше. Начало октября. Обмен токенов ERC20 на QTAM. То есть пошел обменный процесс. Биржи стали подключаться. На данный момент, кстати, QTAM торгуется на Binance. И на очень больших, крупных биржах Китая. Дальше. 15.09. Компания объявила о построении системы интеллектуальной собственности на блокчейне QTAM. Компания объявила о том, что на этой неделе был релиз кошелька Quantum Wallet в Apple Store и Google Play. Конец октября присоединился к составу консультантов. Очень опытный инвестор, чье участие должно помочь в руководстве стратегии международного развития. 9.09. Выпуск версии QTAM Core, в которой упрощены механизмы взаимодействия со смарт-контрактами и токенами. 10.09. Близится событие уже к нам, к нашему моменту. 11.09. В ноябре, значит, RoadMath с этапами разработки. То есть очень активный календарь, видите, по сравнению с другими проектами, ну просто вообще не петроидрация. Очень большими темпами они идут в развитии. 12.09. Дальше. Компания ЭВР объявила о намерении разработки платформы управления инвестициями на базе QTAM. Это круто. 13.09. Декабрь месяц. Объявлено о создании блокчейн-лаборатории совместно с QTAM Foundation. 14.09. Еще, значит, альянс, который занимается интернетом вещей, объявил совместную инициативу по развитию интернет-вещей на блокчейне QTAM. QTAM Foundation, это некоммерческая организация, выделяет 250 000 долларов на развитие в этой области. 14.09. Финейт, это одна из ведущих поисковых систем в Китае, начала пресейл токенов на блокчейне QTAM. Проект нацелен на создание токенизированного рынка персональных данных, объединяющих пользователей, рекламодателей и издателей. 14.09. Уже в этом году объявлено о сотрудничестве с компанией, ведущей популярные онлайн-видео проигрывателей в Китае, для внедрения блокчейна и распределения консенсусовых систем с целью усовершенствования технологии распределения видео, защиты авторских планов протежных систем. 14.09. То есть крупные компании сотрудничать непонятно с кем не будут. И здесь не ангажированные партнерства, а заинтересованные. Поэтому можно считать, что проект очень сильный и с долгосрочным планом развития. 14.09. Дальше. 360. Вот этот блокчейн-ресерч-центр, BTN Foundation, QTAM Foundation подписали меморандум, чтобы сформировать технологическую блокчейн-лабораторию. Подобное партнерство стало первым в своем роде в Китае. По поводу русского блога. Опять-таки у меня в канале ссылку я дала, по-моему, это даже чуть ли не последняя ссылка. Это QTAM.org, блог на английском языке, в английскоязычной части, блокчейн-хак Russia называется. Представители компании ведут блок, где делают обзоры всех обновлений системы, новых статей в СМИ, рассказывают о новых проектах, начинающих сотрудничество с QTAM. Также на сайте появляется обязательный еженедельный девелопмент апдейт. Проект QTAM выделяется на гитхабе своей высокой стабильной активностью. То, о чем я вам говорю. То есть, в принципе, очень интересный проект на гитхабе и в твиттере. Можно отслеживать все текущие новости и узнавать о их разработках. Интерес к проекту в интернете не утихает с момента появления. Тем для обсуждения в контексте очень много. Рекордные результаты ICO, престижная команда, инвесторы, несколько тестовых сетей, крупные партнеры и так далее. После успешных запусков тестовых сетей появились заголовки о новом эфириуме. То есть, о том, что китайцы наступают на пятки Виталию Кубутерину с его эфириумом. Ну, что касается того, где торгуется, какой объем, как распределена доля. Вот если посмотреть на правый крайний диаграмму, голубым большая часть выделена, это китайская крупная биржа. Здесь, собственно, сектор. Другие занимают розовую составляющую. И вы видите, что китайские биржи, они активно торгуют этой монетой. На другом статистическом ресурсе тут показан, в общем-то, график. Но здесь как-то мелковато. Я хотела вам обратить внимание на объем торгов. Но, получается, когда я это делала, мне было виднее цифры. Здесь, я думаю, мне и вам будет мелко, поэтому я это пропущу. Но, в любом случае, смотрим мы всегда на несколько ресурсов. То есть не только на CoinMarket, но и на другие, которые показывают статистику. На CoinMarket просто хороша вот эта диаграмма чем? Тем, что вы здесь видите кривую в долларах, в биткоинах. И ниже идет низкой вот этой голубой полосой показаны объемы торгов. То есть мы смотрим, насколько цена зависит от той капитализации, которая вливается в монету. Но на данный момент такая спокойная линия, то есть и нет утечки денег оттуда, но и нет никакого пампа, так скажем. То есть идет спокойное развитие. Насколько объективна сейчас цена эта в 16 долларов, я думаю, с учетом долгосрочных перспектив, если вы не трейдер, если вы не торгуете в короткую, а вы купили и как долгосрочный инвестор ждете, монета, конечно, будет в перспективе расти, однозначно. Значит, что касается вот этого дуального дилижанса, да, что касается технической составляющей и экономической. Вот я вам здесь показываю, что все, есть ссылки и можно это все более подробно почитать на их сайте, официальный сайт qtam.org. И там это все есть. Сайт на двух языках, как я уже говорила. Обе бумаги, техническая, экономическая, белые бумаги, написаны очень грамотно. Вот. И, в общем-то, это сильные составляющие. Но здесь есть определенное, здесь не так, скажем, все просто. Есть и, ну как, червоточинка некая, да, если можно так выразиться. Есть тут два момента, которые, ну, не то что меня смущают, но объективно сейчас я вам на них покажу. Вот если мы будем рассматривать команду и посмотрим, кто стоит во главе этой идеи, то, знаете, наверное, да, как у китайцев, у них есть свои имена, а при сотрудничестве с европейскими компаниями они себе берут другие имена, которые более подходят для общения с, ну, европейцами, иностранцами. Так же и здесь. Проект официально заявляет, что во главе стоит Патрик Дай. То есть это китайец, лидер проекта, сооснователь. Его имя включено в список молодых предпринимателей и успешных новаторов в китайском издании журнала Forbes. Значит, вот Forbes China, да, отметили его высокий вклад в совершенствование потребительских технологий. В разработке децентрализованных платформ активно участвует последние пять лет, отложив ради этого на неопределенный срок работу над кандидатской диссертацией в исследовании в области информационных систем Китайской Академии Наук. Но у него есть такая темная сторона биографии, когда связан с проектом BitBay, и он в то время выступал под именем Стивен Дай. То есть здесь в этом проекте он Патрик, тогда он был Стивеном. И, значит, вот этот BitBay проект плохо с ним расстался. То есть команда BitBay рекомендует соблюдать осторожность, не связываться, значит, с этим Даем, потому что якобы он там ушел с их деньгами и что-то там себя некрасиво повел. Представители вот этой некоммерческой организации QTAM Foundation сначала дали официальный ответ и объявили, что обвинение беспочвенное, но после там определенных доказательств они подтвердили, что да, там имелась такая полоса какая-то нехорошая, но об этой полосе уже, в принципе, большая часть людей забыла, потому что в целом проект очень мощный и сейчас очень многие люди, уважаемые и известные, работают над этим проектом. Я точно, как говорится, мы свечку не держали, мы не знаем, что там произошло, когда идут большие деньги, да, раздел каких-то передел рынков, ну, то есть это нужно быть каким-то следователем, там, я не знаю, частным детективом, чтобы копаться в этой истории. Я вам просто говорю, на что обратить внимание, что вот здесь вот, ну, не все гладко в биографии вот этого Дая. Вот, это первое. И второй момент такой, когда мы смотрим на команду, а давайте мы сейчас посмотрим на команду и на инвесторов, собственно, да. Значит, архитектор блокчейна это Нел Махи, это Кютам, вот этот соучредитель. Он имеет 20-летний опыт разработки программного обеспечения и 4-летний опыт работы в блокчейн-проектах. Имеет степень магистра делового администрирования, но специализируется вот в области информатики. Дальше, следующий специалист у них, разработчик ядра и тоже соучредитель, является известным членом сообщества криптовалютных компаний, занимается разработкой программного обеспечения с 13 лет. Дальше, так называемый Каспал, да, его ак, ну, не ак, а его юзерней в интернете, ведущий веб-разработчик, работал в известной компании. Следующий там человек, старший программный инженер, окончил Пекинский университет почты и телекоммуникаций, работал в DD в качестве старшего инженера по программированию, прежде чем присоединился к ЮТАМ. Следующий человек изучал теоретическую механику в Пекинском университете и работал в нескольких программных компаниях, включая ЧИТА Мобайл. Вот этот Стефан, тоже с юзернеймом, получил степень магистра в Китайской академии наук, работал в Microsoft и Tencent, разрабатывал программное обеспечение. Код Фейс, китаец тоже, руководитель по программному продукту, до этого трудился в проекте Tencent, студент в университете. Хуаминг Хи, получил степень магистра в университете академии наук Китая, разработал алгоритм и протокольные стейки для беспроводных сетей, включая 4G LTE и монет, изучая технологию блокчейна с 2015 года. То есть, смотрите, хорошие университеты, практически у всех технари очень много китайцев. Есть там и русские в команде. Сейчас дойдем. Я специально, как вы видите, не с каждой мы так командой сидим, просто чтобы вы имели представление, что там действительно люди такие серьезные трудятся. Дальше, следующий сотрудник окончил Китайскую академию наук, магистр информационно-коммуникационных систем, владеет программированием на C++ в этом Linux, отладкой занимается GDB, знаком со структурами данных и алгоритмами, обладает знаниями и опытом JavaScript, Shell и так далее, имеет 4-летний опыт крупномасштабной разработки программного обеспечения, интересуется блокчейн-технологиями с 2013 года. Другой тоже имеет 15-летний опыт разработки программного обеспечения, тоже там языки программирования, там ряд языков. Вот Алексей, без фамилии, Беларусь, студент Белорусского государственного университета, тоже программист, принимал участие в многочисленных там проектов на основе Bitcoin, BitShares и Ethereum. Еще один там человек, блокчейн-разработчик с 6-летним опытом работы программного обеспечения, создания сложных блок-систем и алгоритмов. Александра, девушка, 7-летний опыт работы в области веб-дизайна. Дэвид Дженсен, блокчейн-технологии 2013 года, работал с несколькими стартапами, проходил практику в NASDAQ, недавно закончил университет. Команда достаточно молодая. Дэвид Дженсен, интересуется блокчейн-технологиями с 2013 года, ранее он работал над несколькими стартапами, проходил практику в NASDAQ, это мы сказали. Джон, как не знаю правильно прочитать, Сиена, американец, был майнером, журналистом, работал в нескольких стартапах, видимо там что-то с коммерцией связано. Следующий специалист по маркетику связан с общественностью, и вот девушка Стелла, и Брэд Финкарик, это Канада, то есть не все китайцы, есть русские, есть с Канады, с США, вот такая вот команда. Но у них команда все время в движении, все время меняется. На одних источниках одна информация, на других другая, и фамилии, зачастую в месяц проходят, уже добавляются фамилии, или как-то меняются, то есть видно и над кадрами тоже работают. Это тоже очень большой плюс. Ну давайте теперь по инвесторам пройдемся. Хотя неоднозначная репутация Патрика Дая, его причастность к скаму ICO в прошлом вызвала возмущение со стороны общественности, на ICO и инвестициях в проект это никак не отразилось. Инвесторы, значит, Ди Иорио. Эта фамилия нам знакома, Энтони Ди Иорио, это один из основателей эфириума и SEO, исполнительный директор кошелька Jaxx. Потом вот в этом списке мы находим Роджера Вера, который продвигает форт биткоина Bitcoin Cash. Его называли одно время Иисусом Биткоина, сейчас его зовут Антихристом Биткоина, потому что он сейчас хочет сделать Bitcoin Cash первой монетой. Ну, в общем-то, за Роджером Вером стоят крупные майнерские пулы, стоят очень большие деньги и стоит банковский сектор. Поэтому недостатка в деньгах этот проект не испытывает. Но, с другой стороны, здесь и работа какая, да, которая требует очень крупных инвестиций. Здесь есть еще знакомые нам фамилии Джереми Гарднер, сооснователь ОГУР, блокчейн Кепитал, мы ним тоже говорили. Вы можете посмотреть список инвесторов. Инвесторов много. Это присутствие Роджера Вера на самом деле наталкивает на определенные мысли, но это не критично. То есть, можно это пережить. Конкуренты. У этой платформы по сути конкурентов нет, я уже говорила, да, поскольку он объединяет Биткоин и Эфириум вместе, такого еще не объединял никто. И вот, кстати, мало кто знает, думает, что Биткоин, блокчейн Биткоина, он способен только пересылать ценности, да. На самом деле, нет. Блокчейн Биткоина тоже позволяет писать смарт-контракты. Просто там достаточно это все сделано как-то так не очень технологично, это достаточно сложно, это не развивается. но именно вот этот вот симбиоз этих двух блокчейнов, он дает вот огромные возможности. И разработчики Квантума, ну, то есть, стали вот эти возможности, да, предлагать бизнесу, бизнесу это, рынок этого требует, да, и ждет, значит, с одной стороны. А с другой стороны, есть еще одна крупная сила, которая развивает интернет вещей, и вы знаете, они запартнерились сейчас, да, и в недостатках, в инвестициях, ну, у них нет недостатка, то есть, они совершенно спокойно работают и двигаются. Поэтому основной конкурент, ну, эфириум, эфириум, конечно, с поля вот этой деятельности никуда не исчезает, и ценность его ни в коем мере не уменьшается. Капитализация эфириума растет, и поэтому эфириум в любом случае опережает QTAM. Но QTAM, как бы, по функционалу договоре гоняет. Посмотрим в дальнейшем по шагам, как это будет реализован этот проект, да, и технически, и технологически, и, ну, де-факто, как говорится. Значит, по сравнению, чтобы себя противопоставить эфириуму, команда QTAM посвятила отдельный большой блок вот этой сравнительной характеристики, что есть у них, и чего нет в эфириуме. Кому интересно, можете посмотреть. Дальше. Такие крупные инвесторы, как миллиардер и основатель QID Chain Racing, Энтони Ди Иорио, основатель и главный исполнитель и директор эфириум Jacks Wallet, Джереми Гарднер, учредитель Огур и блокчейн Capital, поддерживают QTAM и видят в ней прямого конкурента криптовалюте NEO. NEO мы с вами не рассматривали, и, в принципе, это можно было бы наметить на следующий раз. То есть, если вы не против, я бы взяла для следующего раза рассмотрение какой-то конкурирующей площадки. То есть, мы эфириум с вами разбирали, эфириум классик разбирали. Не помню, разбирали ли карданы. Наверное, нет. Вот можно было бы рассмотреть Cardano, NEO, EOS. Вот такие вот платформы для того, чтобы понять ценность Квантума. В отличие от других конкурентов, как и Квантум, решили взять за основу технологии биткоин-сети, например, Rootstock. Квантум решил не улучшать имеющуюся сеть, а создать принципиально новую. Ну и так, подведем итоги. Сильные стороны этого проекта. На данном этапе на проект возлагаются большие надежды, инвесторские, понятное дело. Причин много. Сочетание двух проверенных технологий блокчейн, точнее, это не блокчейн, а биткоина, и виртуальной машины EVM. Опытная команда разработчиков. Мы это увидели. Респектабельные, богатые инвесторы-миллиардеры. Мы это увидели. Запуска, отладка двух тестовых сетей до запуска. Основной – это хороший показатель работоспособности команды и технологии самой. Детальная отчетность по каждому этапу развития системы. Это мы видим на гитхабе. Постоянные обновления основной сети. Мы видим это тоже по факту на гитхабе. Проявление новых проектов на базе блокчейна Китама. То есть всю партнерку и все те проекты, которые добавляются, мы тоже это прозрачно видим. Поэтому здесь нет контраргументов. Здесь все очень хорошо. Какой прогноз? Сейчас у меня подгрузится слайд. Немножко подтормаживает интернет. По прогнозам, Quantum входит в число самых перспективных проектов. В период активной реализации идеи периодически появлялись новости от ЮТАМ, из которых можно было узнать, что к нему будут подключены в качестве партнеров и инвесторов в хорошо известной компании. С течением времени активность команды не снижается. Появляется все больше проектов на базе блокчейна КЮТАМ. Команда обновляет код, участвует в конференциях. В январе 2018 года было объявлено о формировании первой в Китае исследовательской блокчейн-лаборатории, в которую входят представители КЮТАМ. Мы знаем, что еще очень крупная лаборатория есть под руководством Чарльза Костенсена. Это IOHK. Они занимаются разработкой кардана. КЮТАМ тоже в этом плане их догоняет. То есть, они тоже будут приглашать ученых для проведения различных исследований. Но это им необходимо для реализации таких вот эмоциональных планов. Как видно из графика стоимости токена КЮТАМ и объем рыночной капитализации, в декабре резко увеличился объем торгов, что свидетельствует об увеличении интереса инвесторов к проекту. За полгода, прошедшие после первой волны ажиотажа, вокруг проекта интерес публики КЮТАМ продолжает увеличиваться, оставляя его в списке передвигов в блокчейн-сфере. На данный момент по капитализации CoinMarketCap там занимает 16-е место. Его чуть-чуть обгоняет Вёрдж и... Честно говоря, не помню, что. Но, в общем, 16-е место. В общем, он входит в топ-20. Это очень хорошо для такого молодого проекта. Мы обычно с вами, когда рассматриваем инвестиционную привлекательность, идем на такой сайт, с этим спидометром, который показывает покупать или продавать. На данный момент продавать, хотя наивысшие практически баллы проект занимает, то есть это не руководство к действию. Это просто один из инструмент анализа. Это машина, которая обрабатывает по определенным параметрам какие-то моменты и подсказывает. В данный момент, видимо, график идет в такую сторону, когда не рекомендуется делать закуп этих монет. Если они у вас есть, то вы их можете продать. Если у вас их нет и вы хотите купить, подождите, дождитесь лучшего момента по рынку. Но, в целом, держать на долгосрок, конечно, эти монеты стоят. Потому что, если это реальный конкурент эфириума, эфириум стоит 600-800 долларов за коин, то этот, если не хуже, то у него такой же потенциал, по сути дела. Прогноз очень позитивный. Квитам зарекомендовал себя как серьезный перспективный проект. Высокая активность разработки, амбициозные планы команды проекта, подкрепленные высококвалифицированными ресурсами, позволяют делать позитивный прогноз по поводу дальнейшего развития проекта. Ожидается сохранение текущей активности команды. Вот такой вывод я могу сделать. И, в общем-то, единственное, еще раз подчеркну, что, наверное, сам по себе кошелек сыроват. Значит, ну, конечно, неправильно говорить, да, что хранится на бирже, но, в целом, я бы, наверное, не рисковала бы пока пользоваться родным кошельком. Надо чуть-чуть подождать. Буквально в течение этого года они доработают, уберут уязвимости. И давайте, может быть, вы возьмите там на карандаш, но давайте мы вернемся к разговору о этом проекте где-то в районе декабря. Посмотрим, что изменилось за это время, да, какие доработки были сделаны. Ну, а так берем, конечно, на карандаш. Это очень крутой проект. Какие у вас есть вопросы, задавайте. Может быть, вы с чем-то хотите со мной поспорить. Может быть, у вас есть какая-то альтернативная информация. Так, ребята, вы меня слышите? Так, да, напишите, пожалуйста, слышно или нет, потому что я не очень понимаю. Такое умолчание. Давайте решим, что мы разбираем в следующий раз. Ага, слышно, хорошо. Давайте мы решим, что мы разбираем в следующий раз. Я вот предлагаю взять какую-то блокчейн, тоже платформу. Нео или EOS. Вот Валерий предлагает EOS. Я бы, честно говоря, разобрала бы Нео. Но я хочу узнать от вас, что вы скажете. Ага, хорошо, Сергей. Беру на заметку. Мы вообще-то в рамках кошелька Virex, да, движемся. То есть нам любезно предоставляет вебинарную комнату команда Virex. Это мультикриптовалютный кошелек, платформа, которая внутри имеет монетки. Ряд монет у них имеется уже, ну, как бы действует, да. И мы видим целый ряд монет, которые они собираются внедрять в свой кошелек. И таким образом мы сможем покупать, хранить, обменивать, приумножать до 50 монет. Это вот в планах Virex. Поэтому все-таки нужно двигаться немножко, как бы, в соответствии с их предложением. Но поскольку тема вот этих блокчейн-платформ, она очень для всех насущна. Так, Stratis, Neo. Ну, а что по Stratis? Там не очень, ну, так интересно. Монета, Рост, Даст, да. Там теханализ показывает. Ну, таких вот, скажем, в Китам-то поинтереснее будет. И Neo тоже вот интереснее рассмотреть. Но это вообще ближайший конкурент их, потому что это тоже китайский проект. И я думаю, что некоторые не знают, чем они отличаются. И можно было бы сделать такую сравнительную характеристику. Давайте так, я предлагаю, а вы поставьте плюсики. Давайте в следующий раз разберем Neo, а через четверг разберем EOS. И у нас тогда этот пакет будет закрыт. Дальше перейдем к другим монетам. Если есть какие-то вопросы, ребят, вы можете подумать над вопросами, задать их или сейчас здесь, в чате, или в следующий раз. Или найти меня можно в Телеграме. Я как Shirley Cash все-таки напишу свой юзернейм, если вы его вдруг не знаете. Shirley Cash можете в личку писать, спрашивать какие-то вопросы. Я с удовольствием отвечу. На самом деле, потому что всегда хочется знать обратную связь. Ну, смотрю, тишина. Поэтому надеюсь, что вам было все понятно на сегодня. Давайте тогда на сегодня закончим, да? Половина десятого. Все, спасибо. До следующего четверга. Смотрите анонсы. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok